Привет, друзья! На связи с вами снова Куликов Сергей, он же Моряк. И в этом видео мы будем с вами разбирать очередную обалденнейшую колоду от Bicycle и от Teoriy11. Я говорю вам про колоду Bicycle Steampunk Silver. Прежде чем мы начнем обзор этой удивительной колоды, я хочу отдельно поблагодарить магазин Cardition.ru за то, что предоставили эту классную колоду мне для обзора. Так, ребята, отдельное спасибо вам. Если кого-то заинтересует эта классная колода, то ссылки на магазин Cardition, где вы можете взять эту колоду, ну и на остальные проверенные магазины, я оставлю в описании. Ну, теперь переходим и любуемся. Ну что ж, друзья, давайте присмотримся к этой колоде, которая называется Bicycle Steampunk. Кстати, вы знаете, что такое Steampunk? Вы, наверное, думаете, что это просто красивое слово, да? А вот нет. Steampunk – это такое направление научной фантастики, которое моделирует нашу цивилизацию, если бы она в совершенстве освоила механику и технологию паровых двигателей. Представьте себе мир, где нет электричества. Представьте. Есть только пар. Весь транспорт приводится в действие паром. То есть, кругом летают дирижабли, какие-то воздушные шары, паровые машины, которые машут там механическими крыльями. Там сидят, ими управляют люди, одетые в такие кожаные одежды, там, как правило, в черных, в таких круглых, затемненных очках. Это все мир Steampunk. Ну, к примеру, посмотрите вот эту вот фотографию. Ну, вообще не фотографию, а картинку. То есть, вот эта картинка как бы вот визуально передает мир Steampunk. Вот эту посмотрите. То есть, такая паровая машина, там, куда-то летит. Вот эту вот картиночку посмотрите. Steampunk, кстати, это направление также присутствует в одежде, в оружии. Ну, в общем, это целый мир. Вот, например, посмотрите вот эту картинку. Это как раз пример одежды Steampunk. Или вот эту вот. Или вот эту вот картинку, посмотрите. Ну, я думаю, теперь вы поняли, да, что это такое. На память сразу приходит старый фильм. По-моему, он называется «Дикий, дикий Вест». И там снимается Уилл Смит, насколько я помню. И вот как раз вот там вот мир Steampunk'а хорошо показан. Все происходит именно в этом мире. Ну, что же, давайте вернемся к нашей колоде. Эта колода была разработана румынским дизайнером, Алексом Бельтечи. Вот. Ну, студия Теория 11 вдохнула как бы в нее жизнь. Ну, завод United States Playing Card Company ее напечатал. На этой коробке, вот, которую я сейчас держу в руке, а в руке у меня сейчас Bicycle Steampunk Silver, здесь применена металлизированная краска, что придает коробке как бы сходство с настоящим металлом. То есть, если мы посмотрим, она такая вся переливается, да, даже как зеркало. Я могу на себя посмотреть. То есть, видна камера, да, виден я. Вон, я рукой помахал. То есть, виден я, видна камера, штатив виден, да, и все вот это вот отражается в этой колоде. В общем, коробочка обалденнейшая. Ну, что мы видим на ней? Как обычно, надпись El Bicycle, да, надпись Steampunk, то есть, направление вот этого стиля, который здесь присутствует. Здесь United States Playing Card Company. Здесь то же самое. Здесь изображена такая вот рубашка. Рубашка, ну, на рубашку отдельно мы посмотрим на самих картах. Есть вот по бокам такие вот, типа как шурупчики закрученные, то есть, все это можно взять, наверное, сейчас отверточкой и выкрутить. Ну, вот такая вот обалденнейшая рубашка. Ну, что же, давайте откроем саму колоду. Посмотрим. Итак, что мы здесь имеем? Ну, как обычно, конечно же, это рекламная карта студии Teoria 11. Что мне нравится в рекламных картах студии Teoria 11, так там это полное отсутствие всяких надписей, просто их эмблема и ссылка на сайт. Здесь, конечно же, реклама Bicycle Cards, потому что они есть в Фейсбуке, в Твиттере, в Ютубе. Здесь призывы куда-то там зайти. Ну, вот таким вот образом у нас выглядят Джокеры. То есть, это такая вот паровая турбина. Здесь мы видим, значит, вот эти вот самые лопатки, которые присутствуют на всех турбинах. И здесь вот ее, как бы, кожу, да, здесь винтами все позакручено. Все такие вот у нас Джокеры. Как обычно, один гарантийный. Вот таким вот образом у нас выглядит Туз Пик. То есть, обратите внимание, все шестереночки прорисованы, каждый зубчик прорисован. То есть, очень детально все прорисовано, и все это обведено такой вот пиковой мастью. Кстати, очень классный перелив цветов здесь идет. Камера, может быть, не передает, но вот так вот я смотрю, очень обалденно. Давайте сразу посмотрим на рубашку. Вот таким вот образом у нас выглядит рубашечка. Также здесь у нас прорисованы всякие двигатели, всякие шестерни, и различные механизмы, трубы и так далее. То есть, рубашка полностью прорисована в стиле Стимпанк. Вот такой вот у нас красавец пиковый Туз. Что касается расцветок, да? Давайте приглядимся к расцветке, потому что расцветка студии Теории 11, у них, как известно, отличаются все цвета. Сейчас я возьму пикового короля со стандартной расцветкой Байсикл, и мы с вами сравним их с картами Стимпанка. Итак, я взял пикового короля из Байсикл Скул и сравним его с пиковым королем из Байсикл Стимпанка. Что мы видим? Мы видим здесь, во-первых, полное отсутствие синего цвета. То есть, если здесь присутствует синий, то здесь он заменен на черный. Желтый цвет заменен на серебристый. Красный цвет у нас стал темно-красным, черный как бы остался черным. То есть, по сути, здесь осталось три цвета. Черный, серебристый, темно-красный. Здесь у нас еще как бы присутствует желтый, нормальный красный, нормальный синий. То есть, вот такие вот изменения в цветовой гамме. Лица старших карт классические. Никаких изменений здесь нет. Все привычные нам лица, которые мы видели на байсиковых стандартах, на байсиковых скул, на байсиковых аутлоу и так далее. Да, что касается красного цвета, тоже аналогично. Цвет затемнен слегка в сравнении с классической расцветкой на байсикле скул. То есть, у нас на байсикл стимпанк цвет красный чуть-чуть темнее. Вот так вот мы пролистаем, посмотрим все наши карты. Ну, как правило, в Теории 11 у нас изменения по цвету, изменения в Джокерах, изменения в Пиком Тузе. Остальное, как правило, все без изменений. Вот такие вот классные карты. Покрытие хорошее, ну, эйркашно здесь, наверное, потому что на картах не указано. То есть, скользят они отлично. Также отлично веерятся. Так что, друзья мои, если вам близок мир стимпанка, если вам нравится такое направление, то советую купить эти карты. Я думаю, вы не пожалеете. То есть, скользят они изумительно. Ну, что же, друзья. На сим, наверное, мы будем прощаться, потому что это, собственно, все, что я вам хотел сказать по этим картам. Я думаю, обзор получился интересным. Возможно, кто-то открыл для себя мир стимпанк. Многие, наверное, видели их во всяких научно-фантастических фильмах, но никто не задумывался, что это целое направление альтернативного будущего человечества. Ну, что же, на связи с вами был Куликов Сергей, он же Моряк. И до встречи в следующих видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok